это программа мой район большой интерес как проходит ее день вот сейчас у нее еще не выработался как такой цикл но вообще жизнь пант она интересна тем что им надо много есть много времени на это потратить потом поспать потому что бамбук не очень калорийный у них энергосберегающая такая жизнь надо энергию поберечь и катюша сейчас также примерно и живет если она встает пристает к маме но мама очень терпеливая на с ней играет она ее направляет мама ее кормит а потом она ложится спать то есть у нее складывается ее день из отдыха игры и сна я надеюсь что я в следующей жизни буду пандой мая вы просто сняли у меня я прям слушаю прям идеальный день идеальный день есть спать поиграть мама покормила опять поспали все прекрасно у вас-то я особенно у вас все-таки вот это вот жизнь с этими с тренировками было я думаю что мечтали конечно о том чтобы поспать же не вы ведь недавно были да в китае в панда парке да в панда парке и там только панды то есть и обычные и красные панды которые на на маленьких енотов лисичек похоже да и нас даже пустили как на небольшую экспедицию для того чтобы подготовить бамбук для питания пандочек я видел на видео это просто а как вы его готовите никак его надо просто разбить на несколько частей чтобы было удобнее кушать это все конечно очень было интересно хоть было и холодно но панды все равно выходили и на самом деле нам даже сделали в виде исключения нам дали зайти в небольшой вольер и на расстояние вытянутой руки посмотреть на панду то есть мы прям сидели и смотрели как вот через решетку через клетку панда кушает как раз таки вот морковку ей давали вкусняшки мы мы стояли вот так 10 человек мы смотрели вот панда вот вот она конечно такой жизненный опыт который детям потом рассказывать будет что вот мамка то в детстве панду видела на расстоянии вытянутой руки в общем да это было очень интересно мы прям на целый день туда поехали все в диком восторге остались но никаких обнимашек не вообще нет ни в коем случае ближе к ним подходить нельзя но как бы ничего не случится потому что ну это панды никак они нам не навредят но просто во первых санитария и во вторых они же но очень трепетно относятся к своим пандам и нам было даже запрещено фотографировать ирина у вас в зоопарке тоже будет запрет на съемку нет посетительской зоны можно снимать можно я так понимаю что это была скорее всего не экспозиционная зона в которых проходят проходит тренинги у нас да 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 и ежедневно проходит тренинг в этих помещениях тоже находится находимся только мы сотрудники зоопарка у нас панды прекрасно и лапу протягивают чтобы мы взяли кровь и садятся и принимают различные позы мы делаем в том числе ультразвуковые исследования без наркоза и мы очень много с ними работаем но это все проходит в не экспозиционной части там где посетители не находятся только находятся сотрудники а со стороны посетительского зала естественно там это невозможно не снимать да 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 то есть в основных крупных вольерах спокойно можно вот я снимала все выкладывала а вот конкретно когда нас пустили на нее посмотреть вот прямо вот близко-близко вот сказали прямо категорически нет нельзя снимать и все почему никто не знает мы и не спрашивали возможно это программа мой район и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова